В Тендинском округе на границе с Республикой Саха-Якутия построили крупную грузовую железнодорожную станцию. Старт работ дал губернаторам Морской области Василий Орлов. Объект возвели за счет частных инвестиций. В строительство вложили 3 миллиарда рублей. Станция – часть проекта по развитию угольно-логистического кластера. Месторождение разрабатывают 72 километра. В перспективе отгружать смогут до 6 миллионов тонн угля. Часть планируется экспортировать в Китай по мосту Джалендамахэ. В Мазановском районе отремонтировали мост. Сооружение вместе с подходами протяженностью 450 погонных метров соединяет населенные пункты Мазановского и Селенджинского районов, а также выходит на федеральную дорогу Амур. Объект находился в аварийном состоянии из-за паводков и нуждался в реконструкции. В Сковородинском округе в ДТП погибло 6 человек. Страшная авария произошла 20 сентября в 22.00. По предварительной информации, водитель микроавтобуса врезался в грузовик на полосе встречного движения, а также в тягач, который поворачивал налево. В результате 6 пассажиров микроавтобуса скончались. Водитель доставлен в больницу. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Амурчане, получающие федеральные льготы в срок до 1 октября, должны определиться, в каком виде получать государственную поддержку, натуральным или денежным. О том, что входит набор социальных услуг, кому они предназначены, рассказали на пресс-конференции, которая прошла в региональном правительстве. Если это впервые, то есть, например, гражданин впервые признан инвалидом, то мы проактивно, беззаявительно назначаем ежемесячную денежную выплату. И в этом случае набор социальных услуг изначально назначается в натуральном выражении. На следующий год, чтобы выбрать, в каком же виде будет получать гражданин данные услуги, в натуральном или в денежном виде, надо подать заявление. Заявление подается до 1 октября. И, соответственно, те граждане, которые у нас планируют уже, например, съездиться на санаторно-курортное лечение, либо, например, готовиться к операции с выездом в другой регион, соответственно, уже сейчас надо понимать и определять форму получения набора социальных услуг. То есть до 1 октября. Соответственно, до 1 октября подается заявление. Заявление можно подать либо через портал госуслуг, либо обратиться в клиентскую службу социального фонда, либо через МФЦ. Действовать заявление начинает с 1 января следующего года, в течение которого льготник получает ту поддержку, которую он выбрал, денежную или натуральную. Последняя категория включает выделение медицинских средств или изделий, путевку, бесплатный проезд на санаторно-курортное лечение. Кроме того, закон предусматривает, что некоторые услуги можно выбрать в натуральной форме, некоторые услуги можно в денежной форме. Например, гражданам по какой-то причине не рекомендовано санаторно-курортное лечение. И, соответственно, не нужен тогда и проезд на санаторно-курортное лечение. Поэтому, конечно, логично выбрать именно эти услуги в денежной эквиваленте. А, соответственно, услугу по получению лекарств выбрать в натуральном виде. Для инвалидов первой категории ежемесячная денежная выплата составляет около 5000 рублей, второй группы – 3500 и третий – 2800 рублей. Для ветеранов боевых действий – почти 4000 рублей. Хотелось бы обратить внимание всех лиц, которые имеют право на обеспечение по федеральной льготе, не отказываться и не брать денежное содержание, которое в целом составляет на один рецепт 1132, как сказала Елена Владимировна. По нашим предварительным расчетам средний рецепт, а их может быть несколько выписано, несколько препаратов, составляет 1700-1800 рублей. Самая, так скажем, дорогостоящая категория препаратов – это бронхиальная астма, это сахарный диабет, это расходные материалы. Я бы призвала наше население не отказываться и не брать денежные компенсации, потому что потом теряется возможность у пациента получить бесплатно лекарственные препараты из других источников. У нас есть уже судебная практика, которая нам позволяет, так скажем, отказывать в выписке бесплатных лекарственных препаратов льготной категории граждан, которые выбрали монетизацию. Выбрать, в каком виде получать набор социальных услуг льготник может лишь раз в год. В случае отсутствия лекарственных препаратов в медицинских организациях пациент обеспечивается аналогами за счет областного бюджета. Одно из старейших печатных изданий Мурской области отметило свой юбилей. Издательскому дому в городе Зее исполнилось 110 лет. Коллектив поблагодарил за труд председатель законодательного собрания Константин Дьяконов. Первый номер газеты вышел 18 сентября 1913 года. За все время издание неоднократно меняло свое название. В 2017 году получило имя «Зейские вести сегодня». Газета выходит два раза в неделю, ее тираж – 5000 экземпляров.